Наталья Рожкова Так начинается работа в технике гобеленовое ткачество. Главное здесь хорошо натянуть основу, чтобы она не провисала. Для создания своего первого гобелена больших трат не требуется. Нужна лишь рама и нитки. Дальше дело техники. Куда сложнее ткать с изображения. Ученицы создают эскиз и по нему начинают оплетать основу. Это уже не просто ремесло. Это отдельный вид искусства. Всегда ассоциации в гобелене с музыкой, потому что есть вот эти струны, вот это пересечение утков. Красиво очень. Чтобы сделать даже небольшой гобелен, нужно обладать недюжим терпением. На создание одной работы уходит по 2-3 месяца. Куда быстрее работать на ткацком станке. Не так давно в школе искусств появился прототип традиционного ремесленного аппарата. Значит, нажимаешь педаль, прибиваешь в берду, челнок пропускаешь вот сюда, ближе к берду. Кладешь, прядышком с собой, опять подтягиваешь, прибиваешь в берду и меняешь ногу, меняешь педаль. Этот станок был изготовлен в одной из мастерских Орехово-Зуево. В его исполнении сплелись современные и старинные технологии. Вот это все основание, это все так же, как и станки 19 века. А берду, вот эти галево, какая-то конструкция, например, станок на колесиках, его можно двигать, куда-то увозить на фестиваль, если нужно. Это все же современные новшества. Сегодня у Натальи 25 учеников. Каждая работа ее воспитанника – уникальный хендмейд. В процессе качества в ход идут не только нити, но и отрезы ткани. Педагог приветствует любую фантазию на тему. Главное – создать вещь, которая займет достойное место в доме, в музее или чьей-то коллекции.